Как вы видите сейчас именно формирование новой общественной формации? На чем она будет построена? На информационном обществе? На интернет-культуре? Смотрите, вы заостряете вопрос на технологиях, и люди, когда говорят о чем-то новом, они пытаются постоянно заострить вопрос на чем-то новом. Американский исследователь Флорида, теоретик, попытался поставить следующий экстремпигмент. Представьте себе, что человек из начала 20-го века попал в 50-е годы 20-го века. А другой человек, опять-таки, как Остин Пауэрс, перелетел из 50-х годов 20-го века в 2000-е годы. У кого будет больше изменений? Как вы считаете? Я думаю, из 50-х в 2000-е. Они из 50-х в 2000-е. А в чем его изменения? Ну, как мне кажется, создались какие-то новые структуры, которых до этого не было. Какие? Например, тот же интернет. Я не воспринимаю это как технологию, я воспринимаю это как некую форму нового общения, то есть, которое не было раньше. А в 2000-е годы, когда интернет еще не играет такую роль, какие большие изменения? Ну, в принципе, мобильность. То есть, то, что люди могут новый уровень коммуникации. Нет, обратите внимание, что произошло. Человек, который из начала 20-го века попал в 50-е годы, он видит, что мир кардинально изменился. Посмотрите. Вещи, которые в научной фантастике даже не предполагалось, они уже есть в быту. В начале 20-го века еще писали о том, что может быть такая вещь, как радио, а в 50-х годах радио на каждом углу. Писали, что может быть такая коробка в доме, которая будет тебе показывать изображение и с тобой разговаривать. А он уже есть телевизор, он уже входит в жизнь. Автомобили. Ведь с начала 20-го века это же была просто, ну, вещь, которая роскошь. И когда люди их видели, они же еще спрашивали, а куда же тут лошадь запрягается. А в 50-е годы автомобили просто заполнили улицы и вытеснили лошадь. Метро, самолеты летают, опять-таки не дирижабли, а самолеты. Технически мир изменился. Теперь человек, который попадает из 50-х годов, начало 2000-х, он наоборот. Ему кажется, что эти 50 лет был абсолютный технический застой. Едут, в принципе, плюс-минус те же модели автомобилей. Где экскурсии в космос? Где роботы в быту? Вы нам роботы обещали? Вы нам обещали межпланетные перелеты людей, что будут курсировать корабли? Где они? Кажется, что технический застой. Те же самые лекарства мы пользуем. Корабли практически по той же модели. Самолеты не очень сильно изменились, там просто больше посадочных мест стало. Но человек, который из начала 20-го века, окажется в 50-х годах 20-го века, он обнаружит, что офис, в котором он будет работать, это тот же самый офис. Туда входят те же самые мужики с галстуками, иногда стройками, в лучшем случае. Которые идут на обед и заказывают себе в одной стороне стакан водки, в другой стороне стакан мартини. Женщин практически нет. А если нет, то это может быть и так же, а может быть и нет ее. Теперь человек, который из 50-х годов попал в 2000-е, он обнаружил, что нет единой офисной одежды. Каждый ходит так, как хочет. Каждый одевается так, как хочет. Люди выходят на обед, он заказывает себе свой виски содовый. Люди смотрят на него и думают, что же он с ума сошел, что ли. Он рассказал анекдот. Но повели к начальнику, одеваются как хотят. Многие вообще работают на дому. Мир сошел с ума. Технически мир последние 50 лет не сильно изменился. Если изменился, то изменился прежде всего сам человек. И основные изменения, которые будут происходить, это изменения, которые будут происходить с самим человеком. Опять-таки, мы сегодня переоцениваем интернет. Интернет усилил, ускорил некоторые процессы. Он не заменил их. Мы говорим, твиттерные или фейсбучные революции. Никто не устраивает революцию из-за того, что вас добавили в группу на фейсбуке. Или сделали фолловер в твиттере. Революция происходит совсем по другим вещам. Сегодня есть ситуация с человеком, когда человек должен будет меняться. Меняться мир. Потому что технологии и так сильно обогнали развитие человечества. Я просто пойду один такой пример. В 1975 году, когда закончилась война во Вьетнаме, обнаружилось, что вымерло, то есть исчезли горные хмеры, которые там существовали испокон веков. После того, как одна просоветская сторона и другая проамериканская сторона друг друга долго обвиняли в геноциде, ученые решили исследовать, что же во время войны случилось с хмерами. Их же никто специально не уничтожал. Выяснилось, что хмерам попали в руки американские карабины. И они обнаружили, что американские карабины великолепная вещь. И обнаружив, что у них есть великолепная вещь в виде американского карабина, они уничтожили всю природу вокруг себя. А потом перебили друг друга, оставшиеся спустились вниз и просто деградировали, растворились в другом населении. Так вот, у человечества и так слишком много техники. Человечество сегодня должно изменяться изнутри. Это ситуация. Ситуация, которая происходит, она происходит самим человеком. Есть линия развития человеческого общества. Мы ее не всегда правильно воспринимаем. Так вот, эта линия развития говорит, что к середине 21 века, уже к середине 21 века, человек должен кардинально измениться. Причем измениться уже не только на уровне новых внешних технологий, но измениться внутри себя. Человек должен овладеть собственным носителем, телом. Человек должен уметь выращивать такие пальцы, которые ему будут нужны, и ставить третий глаз туда, куда он захочет. Захочет на лоб, захочет на палец. Или произойдет катастрофа, потому что человечество из самых позитивных побуждений накопило очень много мусора вокруг себя. Обратите внимание, перед французской революцией во Франции, а продолжительность жизни было 23 года. Огромная женская смертность, огромная при родах, большинство женщин умирало при родах. Сегодня этого нет. В том числе спасаются те, кто биологически должны были исчезнуть. В результате накапливается огромное количество, в том числе и генетического мусора, полного всякими болезнями. Так вот, либо человек удастся ему овладеть собственными проблемами, либо это может быть возвращение к каменному веку. Но я все-таки оптимизм, потому что если исходить из чисто научной логики, человек должен был уничтожить самого себя и, собственно, и всю природу планеты Земля, еще на самых ранних стадиях своего существования. И для этого ему не нужно было атомной бомбы, ему даже не нужно было ни огнестрельное оружие, ни просто оружие. Достаточно было чопперов, заостренных камешков. Когда он получил это оружие, он мог уничтожить и себя, и всю планету. Он этого не сделал. Поэтому я оптимист. Продолжение следует...